Мы с вами продолжим воспоминания. Жилинков Иван Степанович. Я участник трудового фронта. Трудился в деревне, это Астраханская область, Черноярский район, 35 километров от Сталинграда. Наша деревня находилась в третьем оборонительном рубеже Сталинградского фронта. И вот там я все видел всю эту, так сказать, войну, которая закончилась поражением огромной армии. Это порядка 360 тысяч пленов было. Приняли Паулюса. Я хотел бы затронуть вот такой момент. Вот мои коллеги выступали, мы им задавали вопрос, а не страшно ли было? Нет, я же не глупый задавать такой вопрос. Я точно знаю, что должно было быть страшно. Нет. Вот поверьте, вот даже мы, мальчишки, я могу... Понимаете? Как только объявлена была война, как только все стало известно, мы, вот 12-13 лет мальчишки, мы стали на 10 порядка лет уже взрослее, и уже для нас ничего не было страшного. И вот собрал нас председатель совета, сельского совета, и говорит, ребята, кто хочет пойти работать? Фронту нужен хлеб. Ну, все подняли руки, нас было 9 человек. Ну, там распределились по бригадам и трудились, так сказать, на полях. Сеяли, убирали, пахали, значит, веяли хлеб, все делали для того, чтобы дать больше фронту. Нам, конечно, от этого ничего не доставалось, и мы не просили. Мы просто стали такие мужественные, такие терпеливые, такие понятливые, и каждый помнил, что его родина и оттуда, где мы живем, понимаете? И вот два момента таких. Приходит один солдат, остался из рота живым, и свободно рассказывает. Их там обгонировал, когда, благодаря, он кинул армию, танки с восточной стороны Сталинграда, значит, их там окружили. И застали их спящим практически. Вывели коврагу и расстрелили. Он упал просто, еще до него пули не дошли, и остался живым. Он приходит, обмороженный весь, он шел 150 километров, по снегу вот так вот добирался, обмороженный весь. И он свободно рассказывает. Потому что вот такая была обстановка, что люди могли терпеть, могли переживать, но, так сказать, делали свое дело. Ну, а мы трудились во имя, так сказать, победы. Трудились мы от зари до зари, как обычно, в сельском хозяйстве. Вот. Все это было для нас знакомо. Мы все научились делать. Все умели делать. И потом, когда уже стали взрослые, значит, все нашли свое место. Значит, я потом уехал в Сталинград. Училище заканчивал уже дорожную. Но, вот, вспоминая те годы нашей, так сказать, вот, твоей действительности, вот представьте себе, ночью, в 3 часа ночи, ходят к нам в избу солдат, обмороженный весь в снегу, и просят, хозяйка, вы не могли бы нам найти или показать, где можно достать для лошадей корм? Мы уже застрелили двоих лошадей. Они просто падают и не могли двигаться. Я, говорит, уже в 5-й дом захожу. Ну, я лежал на пешке. Да. Я, говорю, я пойду. Мать слеза, куда, там, куда. Да, ничего не видно было в 3-х метрах. Все завело, все двери у нас там и так далее. И когда я, ну, одел, я свою, там, одежонку, солдат на меня глянул, снимает полушубок, а сам взял большой тулок, мне одел и, говорит, поехали. И вот мы выехали с села. Вот представьте себе, кругом штепь, надо было определить, где эта точка, на расстоянии 3-х километров, и найти ее. И вот так, какое-то чувство, значит, ответственности, я очень переживал. Вдруг я ее не найду. И в 3-х километрах остановились, он говорит, ну, где? Я говорю, давайте пройдем вправо. И смотрим, труба. А ее занесло полностью. А там, около дома этого, ну, это была, так сказать, контора, где сидели там у председателя, и так далее. А сбоку был амбар с зерном. А я почему знаю с зерном? Я его проявивал, когда мы туда в амбар ведрами носили, складывали, ну, готовились к следующей посевной. Ну, и они там, солдат один пошел, рыл-рыл, говорит, тут ничего нет. Я говорю, копайте. Он еще скрылся уже там, потом кричит, есть, крышу проломил, и мы вытащили трамежка зерна, накормили своих лошадок, поехали. Это один эпизод, так сказать, Великой Отечественной войны. Второй эпизод, когда уже смыкались два фронта, Донской и Сталинградский, и Павелец почувствовал, что дело идет к окружению, он кинул, значит, направил свое, заместить начальника. Отдела разведки проверить, откуда идет. А шли себе реки, сибирские дивизии шли через, из Копьяра там переправлялись на правый берег, правый берег крутой, такой, это горы. И они каждую ночь проходили 23-25 километров, наше было деревне последним, после которого ходили уже на фронт. А я рубил во дворе дрова. Заходит в офисер в новенькой форме, два кубаря, тут у него, значит, махнул на голову, пошел в комнату, а я рубил. Ну, а мама, как всегда, привыкла встречать, больше, если есть зеленые капусты, на вот, кушать, горячую. Начал спрашивать он ее, а где вы, видели, войска тут шли, и так далее, и так далее. Но задает вопросы на ломаном русском языке, а сам светлый, так сказать. Мама усекла, говорит, ну вы полежите, там он борщ съел, полежите, отдохните, а я пойду, там дров принесу. Вышла, идет мимо, говорит, ну у нас не наши. Я смотрю, он уже продул в окне отверстие, потому что заморожено было, и наблюдает, а что же мы будем делать. То есть, если мы рванемся, то он нас бы прикончил к оборуженной. Да. Я тогда рублю, значит, вроде не заметил, ничего не было, кладу дрова сюда и несу вроде в комнату. Подошел к двери, положил осторожен сам за угол к председателю совета, оттуда поближали, мы с ним контрразведку, там у нас в школе стояли. Ну, они пришли, сватили. Он оказался заместитель начальника разведки Павловской армии, понимаете. Вот такие вот эпизоды. Но сегодня вот ребятам, конечно, война прервала мою учебу, школа не работала, пришлось после войны, и далеко после войны, когда я в училище дрова, когда уже в армии отслужил, пришлось начинать все с начала, продолжать, вернее. У меня было 6 классов, надо было закончить 10 классов, а потом закончил институт и прошел путь от рабочего до ранга заместителя министра госаграфов РОССР. Я тебе ребятам хочу сказать, если сегодня место подвигу да, нужно всегда трудиться, трудиться над тем, если вы учитесь, то надо учиться хорошо, сознательно и правильно, и имея правильное представление о сегодняшней ситуации, о сегодняшней положении в стране, и чтобы вы чувствовали землю, как говорят, понимаете. Поэтому я бы пожелал молодому поколению больших, так сказать, своих успехов. Конечно, сегодня не то время, очень сложное время закончить учебу, 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 потом попробую еще устроиться, то есть распределение как такового не существует. Конечно, есть много сложных, но тем не менее, мозг надо тренировать, надо мозг, чтобы знал все, что окружает вас здесь, за рубежом и так далее. Спасибо. Я оба высокопоставленные государственные чиновники, и мы обслуживаемся сейчас в медцентре президента. Так что он не просто труженик тыла, а еще и я заслуженный инженер сельскохозяйства России. Вот такое почетное название. Ну и тут орденат, орден трудового краженного знамени, два ордена знака почета, четыре, пять медалей за доблестный труд, одна из них в Великой Отечественной войне, ну и так далее, и так далее. Пять медалей юбилейных, все государственные, есть общественные, где-то порядка четырех медалей у меня общественные. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 главный орден это знак почета. Это я получил за высокие урожаи, когда я работал в Ростовской области, заместитель председателя, занимался вопросом материально-технического обеспечения сельскохозяйств Ростовской области, ну а здесь я занимался вопросом материально-технического обеспечения всего сельского хозяйства Российской Федерации. Многие меня знают, помним, куда бы я ни звонил, до сих пор остались люди, которые это знают. Вы ведь еще мальчиком при войне были. И наверняка общались со своими сверстниками. О войне, о немцах, как вы о них разговаривали? Что вы о них думали? Ну что я должен сказать. Когда вот этих пленных гняли из Сталинграда в сторону Сибири по этому же маршруту, как шли себе реки для них, на них наступать, значит, это были отрешенные люди. Отрешенные от всего. Вот вы понимаете, жаль человеческая, так сказать, появляется. И в то же время стоишь и смотришь, а кто вас приглашал сюда? То есть, ну, неопределенность такая все равно. Хоть-то иначе вначале появляется жалость какая-то и сожаление, а потом мозг отвергает все. Не мы их приглашали, они сами пришли. Пришли с захватнической целью. А видел, как они трудились, восстанавливали Сталинград. Я когда работал помощником паровозного машиниста, доставляли мы грузы, строительные материалы, это цемент, щебень и так далее, другие строительные материалы. А они трудились, их там оставили определенное количество. И вот когда посмотришь на него, вот этот мастерок берет, знаешь, что такое мастерок? Шемент вот так берет, а строитель. Чего-то медленно поднесет его, так вот положит. Потом поворачивается, берет кирпич, берет кирпич, так же несет. У нас тогда называлась это симуляция. Среди нашего народа, в нашей стране. Мы не привыкли так работать. Мы всегда трудились честно, добросовестно, быстро, в меру своих сил и возможностей. Так что понятия о них неоднозначные. Отец мой был в плену. Они довели его до такого оснащения, что он весил 32 килограмма. Вот о чем можно говорить. И потом, если кому-то попадется книга «В стране поверженной», вот прочитайте, какие издевательства они творили. Что из человеческой кожи шили жонам перчатки, абажуры и хвалились там, значит, вот у нас пленные. Жан в концлагере поставил в крематории себе ванну. Да. И когда подходишь к воротам Бухенвальда, это концлагерь огромный, где больше пяти или шести миллионов уничтожено было людей. Написано каждому свое. Вот так они мыслили. Ну и последнее вы знаете. Ну, спасибо, ребята. Что такое симуляция? Что такое симуляция? Что такое симуляция? Симуляция? Это значит, не хочешь работать. Симулировать — это делать вид. Давайте последний вопрос. Да. Это нужно просто развернуть. А, да. Медалил ветеран, вторая медаль. Это заслуженный инженер шельскохозяйства. Которого арестовали. Арестовали? Арестовали. Это разбитчик. Немецкий был. Немецкий был. Во время моего инженера были расстреливали как разбитчика. Могли бы, допустим... Ведь они в концлагерях у наших, в отличие от немцев, концлагерей таких издевательских не было, как немцы устроены над нашими пленами. Понимаешь? Поэтому вот всех этих погнали, на работу устраивали, и так далее. Потом отправляли, обменивали. Так, ну что, давайте мы закроем первое отделение нашего, нашей встречи. Спасибо. С темой, которую вы выбили в самом начале. Катюша. Зачем-то война в мальчишек детство украла? И синее небо, и запах простого цветка пришли на заводы работать. Мальчишки Уралу поставили ящики, чтобы достать пастанка. И вот, на подкупную зиму военного года, когда я занимался над каменью, холодный рассветку, собрал самых лучших рабочих, директор завода. А был рабочим всего по одиннадцать лет. Усталые лица, как будто бы не было, но каждый в себе довоенное детство нашел. Как только рабочие, как только рабочие премию, банку варенья, пред ними, мальчишками, кто-то поставил на стол. И вот над заводом, над лесом в снегу заберевавшись, среди поступившей внезапно к сердцам тишины, повеяло чем-то давно, позабытым, домашним, как будто бы не было, больше на свете войны. Ах, банка варенья, простой и верное средство. Надо помнить о том, что как жизнь у людей не горька. Но будет еще, мальчишки, и солнце, и герстер, и синее небо, и запах простого цветка. Аплодисменты На высокий век на грустной выходила, на высокий век на грустной выходила, Песню заводила, страсти к новости заводила. На высокий век на грустной выходила, на высокий век на грустной выходила. Песня Песенка-тичка, вылетит за ясным солнцем свет. И войцу на дальнем пограничке, От Катюши передай кредит. И войцу на дальнем пограничке, От Катюши передай кредит. Пусть она вспомнит девушку красную, Пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, Мою боль Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, Мою боль Катюша сбережет. От Света и яблоки и души, Поплыли туманы на грехоль, Выходила нам Катюша На высокий век на грубой. Выходила нам Катюша На высокий век на грубой. Молодцы, молодцы, молодцы. Браво! Молодцы! 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 И под каждую пятью земли Кости белые, Каски железные, Тех, кто здесь, За отчизну легли. Бесконечная музыка времени. В вальсе кругутся ночи и дни. Встанет мир Из-под тяжкого времени. Не поднимутся только они. Сороковые роковые. Сороковые, роковые, Военные и фронтовые, Где извещения похоронены И перестыки пошел. Гудят накатанные рельсы, Просторно, холодно, высоко. И погорельцы, погорельцы Качают с запада к востоку. А это я на полустанке В своей замурзанной ушанке, Где звездочка не уставная, А вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, Худой, веселый и задорный. И у меня табак в кесете, И у меня мундштук наборный, И я с девчонкой балагурю, И больше нужного хромаю, И пайку надвое ломаю. И все на свете понимаю, Как это было, Как совпало, Война, беда, Мечта и юность, И это все в меня запало, И лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, Свинцовые, пороховые, Война гуляет по России, А мы такие молодые. Аплодисменты, Аплодисменты, И лежит у меня на ладони, Незнакомая ваша рука, После тревог, Спит городок, Я услышу мелодию вальса, И сюда загляну на часок, Хоть я с вами почти незнаком, И дает отсюда мой дом. И я как будто бы снова, Возле дома родного, В этом сале пустом, Мы танцуем вдвоем, Так скажите, Я не знаю о чем, И где дружить, И где дружить, Я совсем танцевать разучился, И прошу вас меня извинить, И утро царет, Снова в оход, Покидав я ваш маленький город, Я пройду мимо ваших ворот, Хоть я с вами почти незнаком, И далеко отсюда мой дом, Я как будто бы снова, Возле дома родного, В этом сале пустом, Мы танцуем вдвоем, Так скажите, Покидав я вашим ворот, Сам не знаю о чем, Я как будто бы снова, Возле дома родного, В этом сале пустом, Мы танцуем вдвоем, Так скажите хоть слово, Сам не знаю о чем, Скажите нам еще хоть слово, Я понимаю, что к концу праздничного марафона Говорить сложно, И все-таки, Очень бы хотелось еще вас услышать, Одно слово, Товарищи, я долго держаться не буду, Перед вами, Говорю несколько слов, Перед вами выступали, Товарищи, Наши ребята, Это воинов, И посчетные люди, Мы в апреле месяце, Все время заняты, С поиском, Везде в театрах, В кинотеатрах, И в музеях, И где только не бывали, С утра до вечера, Мы только с ресторана вышли, Вышли о том, что-то, Просит, В этом организации, Очень приятно, Просит, Что мы пришли, И так люди, Я вас познакомлю, Первый, Который вступал, Это Федор Павлович, Тоже хороший, Все жизненно работает В нашем западном округе, Преподает, Патриотское воспитание, Нашим школам, Районному школе, И еще, Кроме того, Вступал, У нас старший преподаватель, Решал, Тоже давно работает, У нас, Давно работает, У товарища преподавателя, И прекрасный человек, Знаете, Как ты, И ничего, Не смотря, Уже устал, Пойдемте, Пойдемте, Давай покажем себя, И люди будем смотреть, Уже последний раз, Нет, Последний раз, Еще до 9 числа, Мы будем ходить, И вот за министра сидит, Кого-кого, Похудые, Мои шахты, Морг ходить, А он, И он говорит, А я куда? Говорит, С нами, И у нас, И он выступает, Слышно, На карандах, У меня вид подходящий, Как за министра, Не смотря, Что он за министра, Товарища, Он бывал, И главный, Он сказал, Что на фронт, Горячих точках, Не было, Но, 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 Он был командиром партизанское движение, Он командовал тоже так, Как на фронте, Его звание выше, Чем нашего, Высшего офицерского состава, Вот перед вами, Четыре человека поступили, И они выступали перед вами, Что это ребята, Заслуженные, Хоть пойдем, Покажемся, И расскажем, Что мы видели, Что чего-то не видели, Вот они коротко рассказывали, Что я хочу сказать, О стяжении буду говорить, Потому что моя служба Не глашается, На самом деле, Это ведь большое мужество требует, Хранить тайну, В последнее время мы Много говорим о доблести, Свободе слова, Но ведь есть люди, Чья работа связана с добровольным ограничением, Свободы слова, И представьте себе, На всю жизнь, Нести в себе, Свои и не свои секреты, Дорогого стоит, Я напоследок, К ребятам обращусь, Дорогие ребята, Мы ветераны, Уже, Знаете так, Сил уже не так много, Но мы приходим к вам, Навстречу, Почему мы приходим? Потому что нам не безразлично, Что будет нашей страной, После нас, А вы, Продолжение, Наша смена, В ваших руках будет, Будущей нашей страны, Поэтому мы обращаемся к вам, Любите свою родину, Будьте ее патриотами, Какая бы она сейчас ни была, Хороша или плохая, Надо делать так, Чтобы она была хорошая, Родина, Всегда есть Родина, Изучайте историю нашей страны, Историю отечественной войны, И здоровья вам, Счастья, Успеха в учебе, И в дальнейшей вашей жизни, Я хотел бы вот высказать свои соображения, В прошлом году я присутствовал и участвовал с ребятами, Которых собрали со всей страны, Это было 50 тысяч молодых людей, Ну, может быть, чуть старше, Которые сегодня присутствуют, Ну, это было 15, 17, 18 лет, И шел разговор о памяти о войне Великой Отечественной войны, О ее действительности, Вы же сегодня знаете, Сколько появилось Ощернителей, Которые хотят перекроить победу нашу, Нашего советского народа, Уже сочиняют всякие небылицы, И это приобрело уже массовый характер. Так вот, эти ребята на своем съезде, И вот так назвали конференции, Приняли решение отстаивать до конца Честь нашей победы. И, значит, они многих, Нам было ветеранов очень много, Вот у меня двое со мной сидели, Я им дал полностью характеристику, Все, как было, и так далее. И они приняли решение Издать книгу о войне На основании наших разговоров, Там информации, И послать президенту Соединенных Штатов Америки, Послать в организацию введенных наций, И так далее, и так далее. Вот хочется верить, Чтобы все молодое поколение знало И не забывало о памяти О Великой Отечественной войне. И, конечно, мы должны, Вот старшее поколение, Выразить сердечную благодарность Всем журналистам, Которые постоянно ведут Правильную работу Значит, руководству Нашего района, И окружного, И московскому городскому комитету, Совету ветеранов, И другим, то есть это, И правительство Москвы, Которые вот подняли На новый щит. Мы сегодня увидели На Поклонной горе, Сколько ребятишек было, Ведь они же впитывают все, Как губка, Они быстро схватывают это дело. Это большое дело. Большое спасибо всем, И вам в том числе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Час, час, час. Два, два, две минуты. То есть, кто не увидел, Принесу становится. Мы сюда пришли, Сюда пришли Из ресторана, Который Угощили нас Управа района. Так? И вот там я Предложил тост Защитников Обороны Москвы. Тост за маршала Жукова, Тост за маршала Рокоссовского. Они главные организаторы Битвы под Москвой И победы. Первые победы над немцами. И предложил еще тост За маршала Сталина. Не генералиссимуса, А он был в то время маршала Сталина. Так? Он главный организатор И военных боев, И в тыл. Тыл организация тоже. Все лежало на нем. Вот я бы хотел Вам, молодежи, Сказать об этом. Что вот правильно Иван Степан сказал, Что сейчас Очерняют нашу победу. А этого Никак нам допускать нельзя. Спасибо. Я бы все-таки Эту книгу, Про которую вы сказали, Отдал бы мне в ООН. Я разговаривал тут с ними недавно. Адекватные люди. Я отправил бы ее Не об Аме. С ним не разговаривал, Он тоже думал, Что на сумасшедшую он не похож. Но я бы поставил бы ее На каждый учительский стол. Чтобы в стране победившей фашизм Не было бы в подъезде спастник. А в стране, Проигравшей войну, На стенах висят Антифашистские округи. Это то, Что в моей голове Не укладывается. Патриотизм Это любовь. Любовь не может быть вообще. Любовь конкретна. И Родина конкретна. Она В людях. Она В любимых местах. Я бы хотел Попросить Нашу юную актрису Рассказать О примере Такой любви. Баллада О черном куске. Позже Слюбным проспектом Оглушительно Звонко Громыхало На дьявольской смеси Трехтонко Ледянистый брезин Прикрывал ее кузов Драгоценные тонны Замечательных грузов. Молчаливый водитель Примерзший к баранке Вез на фронт концентраты Хлеба вез он в луханке Вез он сало и масло Вез консерву и водку И махорку он вез Проклиная погодку. Рядом с ним Лейтенант Спрятал нос в рукавицу Был он худ Был похож на голодную птицу И оказалось Что водителя нету Что запрел грузовик На другую планету Вдруг На прочь лучам Синим трепетным фаром Дом из мрака шагнул По корежным пожарам А сквозь эти лучи Снег летел Как сквозь сито Снег летел, как мука Плавно Медленно Сыр Стоп Сказал лейтенант Погодите водитель Я Сказал лейтенант Здешний все-таки Житель И шофер Осадил перед домом Машину И пронзительный ветер Ворвался в кабину И вбежал лейтенант По знакомым ступеням И вошел И сынишка Прижался к коленям Воробьиные ребрышки Бледные губки Старичок Симилетний В потрепанной шубке Как живешь, мальчуган Отвечай без обмана И достал лейтенант Свой паек из кармана Хлеба Черствый кусок Дал он сын Пожуй-ка И шагнул он туда Где дымила буржунка Там Поверх одеяла Распухшие руки Там Жену он увидел После долгой разлуки Боясь разрыдаться Взял за бедные плечи И в глаза Ей взглянул Что мерцали Как свечи Но не знал Лейтенанта Семилетнего сына Был мальчишка В отца Настоящий мужчина И когда Замикал Нагоревший огарок Маме В руку Ложил На отцовский подарок А когда Лейтенант Вновь Садился в трех том Приезжай Закричал ему Мальчик В догонку И опять Сквозь лучи Снег летел Как сквозь сито Снег летел Как мука Плавно Медленно Сыто Грузовик Отмахал уже Многие Везли Снег летел Снег летел Потому что Потому что Ждала Потому что Любила Грузовик По мостам Проносился Горбатым И внимал Лейтенант Орудийным Раскатом И ворчал Что глаза Снегом Заяцет Слепящим Потому что Солдатом Он был Настоящим Аплодисменты 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 Учись хорошо Ладно С значком Синенькие Сгромные Плодочек Падал Сапущен Их Плеч Ты Провожала И Отмечала Синей Поточек Сберечь И Пусть Со Мной Нет Сегодня Любимой Родной Знаю С Любою Ты К Изголовью Прячешь Плодок Голубой Песня Любою И Безгазою Печешь Попробой Песня Твори Попробой Песня Попробой Песня 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 Синей Песня 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 За синий плодочек, что пыл на плечах дорогих. За синий плодочек, что пыл на плечах дорогих. За синий плодочек, что пыл на плечах дорогих. Донести память, память и любовь. А мы сможем их услышать, для того, чтобы оно не повторилось. Для того, чтобы помнили. Ребят, чтобы помнили. АПЛОДИСМЕНТЫ Помните, через века, через года, помните. О тех, кто уже не придет никогда. Помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны. Горькие стоны. Памяти павших. Будьте достойны. Вечно достойны. Хлебом и песней. Мечтой и стихами. Жизнью просторной. Каждой секундой. Каждым дыханием. Будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните. Какою ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляю в полет. Помните о тех, кто уже никогда не споют. Детям своим. Расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли, помните. Мерцающим звездам ведя корабли о погибших, помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнь напомните. Но о тех, кто уже не придет никогда. Заклинаю. Помните. До сегодня, до золи встану. По широкому пройду. По горбану. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной. Помню. Мам. Уют. Пошлые. 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 А степная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены. Разливаемся мы, игра хочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны Обещает быть весна. Долбит ждет отборного зерна. Я башня один, и живу я на земле доброй. За себя и за того, парня. Я от тяжести дорогой горлюсь. Но иначе жить нельзя, если люди. Все зовет от меня его голос. Все звучит вам для него. Песня, как я. А степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены. Разливаемся мы, игра хочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. А.Семкин Корректор А.Егорова 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 еще должен быть существовать и с пределами, с какими-то науками, чтобы наша страна развивалась, не стояла на одном месте. И хочется поблагодарить, конечно, за сегодняшний день. Очень красивый день. Я первый раз попала на такое празднование. И большое спасибо нашим руководителям, управе, что они нам предоставили вот такую вот маленькую, добрую, любящую встречу. Можно поставить им возможность нам, у вас, перенять опыт. И в голове не укладывается, как вы за это можете благодарить. Это мы должны быть благодарны за то, что у нас есть такая возможность. И еще я обратил внимание на интересную деталь в вашем выступлении. Мне кажется, она очень показательна. Тканью уходили офицером и за границу. То есть офицер было не ругательство, а статус. Может быть, когда... Есть известное утверждение, что народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужого. Да, в основном. Какая разница. Важно, что офицер был... Это был социальный статус. Признаться в своем звании не было зазорно. Вот мне кажется, что это симптом. И если уважение к защитникам Родины вернется, то многие опасности, которые, безусловно, есть вокруг, будет легче преодолеть. Спасибо вам за это замечание. Спасибо. 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 Аплодисменты 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 День Победы День Победы День Победы